Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша и сегодня мы с вами поговорим, как же очистить ваш смарт-кавер или смарт-кейс от грязи. Итак, поехали! Не знаю, видно это на камеру или нет, но мой смарт-кавер довольно-таки грязный. Итак, все, что нам понадобится, это жидкость для мытья окон, это жидкое мыло, вот такая вот щеточка, несколько тампончиков и тряпочка для того, чтобы вытереть внутреннюю часть нашего чехла. Итак, первое, что нам необходимо сделать, это налить немножечко мыло в нашу воду, побультыхать, чтобы она стала немножечко мыльной. Следующее, что мы делаем, это мы кладем наш смарт-кавер, ждем, пока он немножечко намокнет. После этого берем щеточку и легонечко начинаем протирать. Вот это вот у нас стали просвечиваться магнитики, которыми наш смарт-кавер разблокирует наш iPad, поэтому легонечко моем, для того, чтобы он не потерял свою работоспособность. Вытаскиваем наш смарт-кавер с него. Немножечко в сторону отодвигаем тазик. И теперь давайте мы с вами немножечко потрем наш смарт-кавер тампончиками. Теперь давайте тщательно все это дело пошкребем тампончиками. Не знаю, видно на камеру или нет, но начала немножко ворсинка стираться с самого чехла. На тампончиках можно сильно не экономить, для того, чтобы вы эту же грязь не втирали назад в тот же самый чехол. Ну, я думаю, хватит. Теперь давайте возьмем тряпочку, про которую уже говорил, и тщательно вытрем наш чехол, для того, чтобы он стал сухим. Теперь давайте застелим этой тряпочкой поверхность, для того, чтобы наш чехол не загрязнился, положим сам чехол. И теперь берем наше средство для мытья окон. Делаем пару брызгов, опять же, берем наш тампончик. И начинаем тщательно протирать внешнюю сторону. И вот что у нас получилось. Довольно-таки чистая сторона, по крайней мере, передняя. Давайте еще раз сделаем пару брызгов, на всякий случай, и еще раз все это дело притрем тампончиками. Итак, все, что нам осталось делать, это положить наш чехол на какую-то теплую поверхность, для того, чтобы он высох. И сейчас я его положу, вернемся после того, как он высохнет. Ну вот и все, высох мой смарт-ковер. В интернете есть, конечно, еще варианты очистки вашего смарт-ковера или смарт-кейса с помощью уксуса, но, конечно, штырить потом от вашего чехла будет конкретно. Теперь давайте оденем и посмотрим, действительно ли он работает после наших манипуляций с водой. И действительно, да, наш iPad разблокировался. Если этот способ очистки вашего смарт-ковера или смарт-кейса вам подошел, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok